Я рада приветствовать всех на вебинаре тест-драйв системы бизнес-аналитики AlphaBI. Меня зовут Александра Смирнова, я являюсь бизнес-аналитиком в компании BI Consult. Со стороны AlphaBI сегодня с нами Ибрагимов Рустем, замгенерального директора AOBars Group, и Катеев Арслан, руководитель отдела аналитики и внедрения. Для начала вам кратко расскажу о компании BI Consult, чтобы вы понимали, почему именно мы сегодня устроили это роуд-шоу по системе бизнес-аналитики AlphaBI. Мы на рынке с 2009 года и на протяжении всех 13 лет занимаемся тем, что внедряем в компании системы бизнес-аналитики. Под внедрением мы понимаем полный цикл работы, написание технического задания, проектирование будущей системы, построение озер данных и полноценных ДВХ-хранилищ, если это необходимо в рамках проекта, техническая реализация и обучение как конечных пользователей, так и команды разработки. Я хотела вам, конечно, слайдик показать с фазами нашей работы. Вот они. У нас имеется собственный учебный центр. Сейчас вам открою сайтик нашего учебного центра и кину вам ссылочку чуть позже в чат, чтобы вы могли по ней перейти, да, не перепечатывать с экрана. Соответственно, на сегодняшний день мы обучили более 500 специалистов, да. Курс по Alpha BI у нас сейчас находится в разработке, но для получения более полной и подробной информации вы можете писать нашему менеджеру контакты, а также вам сейчас направлю в чат. Кроме всего прочего, у нас есть наш сайт Data Finder, да. И здесь вы можете найти полный спектр наших услуг и, в собственности, информацию про российские BI-платформы, да. Alpha BI, естественно, у нас тоже здесь представлено, да, и вы можете ознакомиться на сайте с описанием функциональных блоков, администрированием, масштабированием, даже модель лицензирования там представлена, но сегодня, конечно, об этом, обо всем нам расскажет наш вендор. Так, я думаю, что общую информацию о компании BI-Consult я вам донесла, поэтому передаю слово Рустему для презентации системы Alpha BI. Добрый день, коллеги. Рады всех приветствовать. Спасибо, что нашли в предвыходной день время участвовать в нашем роуд-шоу. Спасибо команде AI-Consult предоставленную возможность. У нас сегодня демо будет состоять из двух частей. Вначале пройдусь по слайдам, расскажу про концепцию продукта, про наш опыт и потом передам словам коллеги Арслану для демонстрации кейса, который мы с коллегами заранее обсуждали. Соответственно, хотел уточнить, видно ли нашу презентацию. Да, все прекрасно. Так, компания Bars Group – это крупный федеральный IT, скажем, игрок, который занимается разработкой собственных продуктов, внедрением, работает как на федеральном, так и региональном рынках, с крупными государственными корпорациями. На текущий момент наша команда, она сосредоточена в 20 городах, в 20 офисах России. Команда уже превысила 2600 человек. Очень крупный IT-шный бизнес и, соответственно, направление BI – это одно из направлений. Мы занимаемся разработкой собственной платформы и, соответственно, ее внедрением где-то самостоятельно, где-то с участием партнеров. Соответственно, технологическая система компании достаточно широка, но сегодняшнее выступление будет больше с фокусом на тени BI. В общем-то, платформа Alfa BI – это классическая BI-платформа, закрывающая полный цикл работы с данными, начиная от построения хранилищ, доставки данных туда, до, соответственно, построения систем управленческой отчетности. У платформы есть собственный сайт. Она зарекомендовала себя как в государственном секторе. Это, в общем-то, мы с этого набора кейсов начали начинали. Это крупные федеральные сервисы здраво-россии в рамках единых государственной информационной системы здравоохранения, это Минфин-Россия в качестве ряда подсистем электронного бюджета. Еще много клиентов, здесь мы всех не указывали. Потом, после этого мы стали развивать экспертизу и в B2B-сегменте, в крупном корпоративном. Ну, здесь, наверное, одним из основных кейсов стоит выделить российские железные дороги, где мы закрыли несколько очень успешных кейсов замещения SAP. Поэтому, если вот смотреть на класс решений, говоря про классический BI, мы видим себя в качестве аналогов SAP BI и IBM, Cognos, Oracle и Microsoft сервисов SAS и Reporting Service. Коротко расскажем про технологическую карту нашей платформы. То есть, мы здесь выделили несколько этапов функциональных модулей, которые в нашей платформе закрывают эти этапы, задачи и, соответственно, роли и компетенции, которые должны обладать участники проекта для того, чтобы эффективно закрывать задачи наших клиентов. Этап большой подготовки данных мы разделили на два подэтапа. Это работа с хранилищем и интеграционные задачи. Дальше это этап анализа, разведки данных и, соответственно, презентация результатов анализа. Если говорить про подготовку данных, про работу с хранилищем, то в нашей платформе есть возможность управления через веб-интерфейс возможностями создания элементов хранилища. То есть, это создание таблиц, полей, определение типов этих полей, определение связи между таблицами, работа с индексами. То есть, это более продвинутый режим. И, соответственно, платформа уже на стороне хранилища данных в качестве СУБД мы поддерживаем около пяти собственных СУБД хранилищ, мы об этом позже скажем. И, соответственно, платформа создает на физическом уровне все необходимые объекты связи между ними. При этом хранилища могут быть достаточно сложными, то есть на больших проектах это может быть многослойное хранилище, в котором есть слой первичных сырых данных. Дальше, соответственно, это слой уже нормализованный с выделением справочников, каких-то универсальных классификаторов и построение уже поверх этого витрин данных, к которым уже обращаются наши инструменты анализа и презентации данных. Нужно отметить, что при этом есть API-доступ к этому хранилищу, и, соответственно, этот функционал, он рассчитан, в первую очередь, на специалистов уровня архитета хранилища данных, либо дата инженеров, поскольку в любом случае требуется понимание теории структуры хранилища, немного SQL-а, поэтому здесь мы в таком это видео указали. Дальше, когда готова структура хранилища, при этом хранилище может быть как нашим собственным, так и внешним хранилищем, то есть мы можем в лайф-режиме, обращаясь к внешним источникам, получать данные уже в наши отчеты без их предварительной прогрузки в собственное аналитическое хранилище. Для транспорта данных используется модуль ETL, это наша разработка, она дает полный цикл инструментов обращения к различным типам источников, это могут быть СУВД-файлы, веб-сервисы. Далее есть очень широкий набор процедур трансформации данных, от простых джойны, юнионы, сортировки до менее таких, скажем, популярных, как архивация, либо заполнение пропусков. Очень широкий набор операций, связанных с созданием расчетных полей и так далее. Ну и плюс, соответственно, данные мы можем грузить либо в собственное хранилище, либо его отправлять веб-сервисами во внешнем источнике. Этот функционал тоже рассчитан на архитекторов, дата-инженеров, поскольку чаще всего требуется понимание спецификации веб-сервисов, того, как устроена таблица в ВВД, и можно порой использовать в том числе SQL, хотя в нашем интерфейсе есть большой набор готовых блоков, где в режиме drag-and-drop аналитик вполне может настроить пайплайн ETL, определить настройки и, в общем-то, получить требуемый результат. Но в том числе есть и инструменты для более продвинутых пользователей. Все, соответственно, мы построили хранилище, либо обратились к внешнему хранилищу, определили, так скажем, объекты, и мы можем уже работать с ними, анализировать. Все это уже интерфейс бизнес-пользователей для осуществления произвольного анализа. Мы подключаемся к нашему хранилищу, мы можем проводить как такой, скажем, tabular mode, работа с плоскими источниками, так и с многомерными. Тут стоит отметить, что помимо работы с традиционными таблицами, у нас есть возможность еще поверх них строить многомерные кубы, определяя этот многомерный контекст измерений, меры, атрибуты и, соответственно, работать в привычном для многих режиме сводных таблиц. Плюс стоит отметить, что кроме тех инструментов работы в веб-интерфейсе, это я имею в виду ALAB, анализ плоских таблиц, у нас есть еще возможность подключения через XML-протокол, через интерфейс Excel к той же самой структуре хранилища многомерной, где мы уже используя весь инструментарий Excel, можем работать с кубами. Стоит отметить, что мы поддерживаем не только Excel в экосистеме Microsoft Office, также есть возможность работы и через LibreOffice, OpenOffice, поэтому это тоже отличная альтернативная возможность, особенно для тех проектов, где большое количество пользователей привыкло работать с Excel и не склоняются пока к переходу в альтернативном веб-интерфейсе. Плюс, соответственно, если анализ это все-таки удел аналитиков, то для того, чтобы информацией пользовались менеджеры, есть инструменты презентации данных, это регламент, регламентируемый отчет аналитических панелей, и они в Alpha BI у нас заложены в той функциональности, чтобы обеспечить наиболее близкое соответствие тем макетам, шаблонам, которые либо приняты в организации, либо подготовлены командой дизайнеров. Здесь инструменты, они больше обеспечивают функциональность Pixel Perfect отчетности, когда нужно максимально точно соответствовать ожиданиям клиента. Здесь, соответственно, есть возможность настройки этих шаблонов, обеспечения их печати, доставки, встроения во внешние системы. Соответственно, функционал подготовки таких отчетов тоже достаточно дружелюбен, с ним могут работать бизнес-аналитики, но в том числе есть возможность расширения этих объектов с помощью JavaScript, что мы в CSS-стиле, здесь могут подключаться и пи-разработчики для более кастомных сценариев. Если говорить про методологию работы с данными, то мы на наших проектах, в общем-то, можем работать как в оттерфольной методологии, так и в agile. Если касаться каскадной методологии, то у нас встречались заказчики проектов, в которых первым этапом требовалось проектирование антихрупкого хранилища, либо подключение к существующему корпоративному хранилищу данных. То есть здесь мы выстраивали работу таким образом. То есть анализировался сначала альбом отчетных форм, источников, после этого определялась уже структура хранилища, настраивался транспорт данных и уже готовились отчеты. В общем-то, в этой истории, как правило, первый этап, он такой достаточно технически насыщенный, он не очень интересен бизнесу, то есть в нем чаще заинтересованы IT-службы для того, чтобы потом минимизировать, так скажем, затраты на сопровождение проектного решения. Но, тем не менее, в такой парадигме мы умеем работать, то есть мы можем строить собственное хранилище вот на Postgres, Oracle, MSQL, Greenplan, Clickhouse. Здесь речь идет именно о тех типах СУБД, которые мы поддерживаем в качестве внутреннего хранилища. То есть список внешних источников он шире, то есть там могут быть и другие типы СУБД, с которых данные мы можем собирать вот в ЦХД. Соответственно, данные приходят из каких-то источников, плюс у нас, как у Bars Group, у вендоров есть большой набор своих инструментов автоматизации, первичного учета, там, системы консолидации отчетности веб-своды. Это один из первых вообще решений на рынке, который занимался сбором консолидации отчетных данных. И есть у нас платформа BarsapNet, на которой можно в качестве фрейборка использовать создание своих учетных схем. Ну, это за рамками нашего сегодняшнего вебинара, да? Плюс, соответственно, данные пришли в хранилище, и у нас есть два инструмента, Alphabet, о которой сегодня идет речь, где могут создаваться отчеты, дешборды вот в концепции Pixel Perfect отчетности. И есть партнерское решение Analytics Workspace, которое больше заточено на разведку данных, быструю проверку гипотез, то есть это большее решение в концепции такой Time to Market. Плюс гибкая методология, то есть там, где заказчик говорит, слушайте, я не хочу тратить время на построение хранилища, вот вам источники, и я хочу уже получить первую итерацию отчетов, в которых я могу посмотреть текущее состояние данных, могу уже проанализировать, что у меня происходит, судя по данной учетной системе, да? В этом случае мы можем упростить, так скажем, подход к созданию хранилища, построить витрины денормализованные в Clickhouse в этом плане, он очень хорошо адаптирован под аналитический запрос, у нас есть средства управления структурой таблиц в Clickhouse, также обеспечить доставку данных, и данные из витрин используют в качестве источников как для объектов AlphaBI, так и для объектов Analytics Workspace. Как правило, такие проекты на некоторой итерации, когда уже состав витрин стабилизируется, приводят к тому, что на основе такого витриночного хранилища все-таки выстраивается полноценное корпоративное хранилище данных, в котором выделяются отдельно справочники, выделяется нормализованный слой, и уже витрина поверх него. То есть мы такое тоже сделали, когда нужен был быстрый старт, но потом уже заказчик дозревал к тому, что давайте все-таки мы сформируем CHD в качестве такой развитого элемента экосистемы IT, в котором есть, как правило, еще обертка в виде шины данных и так далее. Соответственно, резюмируя, наша платформа закрывает, еще раз повторюсь, общий цикл работы с данных, начиная от построения хранилища доставки данных, заканчивая анализом как плоских источников, так и многомерных, и, соответственно, вывода данных в отчеты и дешборды. Сразу тоже забегая чуть вперед, расскажу об архитектуре, чтобы потом уже Арслан больше на живом демо-сосредоточился. Alphabia — это четвертое поколение, которое выпущено было уже несколько лет назад. Это современное веб-приложение, основной клиент — это браузер. Соответственно, есть сервер, он просто отформенный, поскольку мы используем в качестве технологии .NET Core, то есть он может заводиться как на IS, так и на Jinx, и операционные системы здесь тоже могут быть и линдовые, и Linux-подобные. При этом в качестве СУБД, я выше уже говорил, мы можем использовать Postgres, MS Square, Clickhouse, Greenplan. И также есть Alapser, Mondrian — это опенсорсный компонент. Мы его значительно, соответственно, дорабатывали, оптимизировали для обработки достаточно серьезных объемов у наших клиентов. Соответственно, он тоже просто отформенный, и нужно отметить, что наши объекты, отчеты и дешборды, они могут работать как, так скажем, с объектами ВД напрямую, то есть есть таблицы, мы уже можем использовать как источник. Либо работают через Alapser, когда нужен многомерный контекст, нужны какие-то сложные вычисления, например, которые, на искусстве написать сложно, но зато на индексе они пишутся одной строчкой. То есть мы можем за счет такой умелой комбинации двух разных парадигм хранения и представления данных работать таким образом. Ну плюс на схеме мы видели, что у нас очень развиты возможности администрирования, то есть есть доступ, регулирование доступа как к объектам, так и к данным. Есть возможность работы в контуре DevTestProt с переносом пакетов обновлений. Соответственно, есть интеграция с сертифицированными средствами аутентификации. В Барс-группе есть решение Барса ПМ. В общем, на этом все с точки зрения обзора платформы. Здесь я передаю слово Арслану. Если есть вопросы, мы будем готовы на них ответить, либо вы слово возьмете, либо напишите в комментариях. Спасибо. Спасибо, Рустам, огромное за подробную презентацию. Прежде чем Арслан перейдет к демонстрации системы Alphabi, я проговорю оргмоменты, чтобы все наши слушатели были в одном информационном поле и никакие вопросы не были пропущены, давайте задавать их в блоке «Вопросы». У площадки «Вебинар» есть отдельно вкладочка «Чат», если вы посмотрите там наверху, два таких облачка скрестных, а рядом облачко с вопросиком. Будьте добры, пишите их туда, чтобы нам не потеряться, и там будет проще, соответственно, нам оперативно вам отвечать руками, скажем так, чем голосом. Вот, если вопросов будет много или какие-то вопросы будут довольно объемные, я, конечно же, между блоками буду делать некоторые паузы и зачитывать их. А теперь, да, все, передаю слово Арслану для демонстрации. Спасибо. Коллеги, здравствуйте, меня видно, слышно? Да, все прекрасно. Отлично. Так, начнем с самого начала, то есть по сценарию нам обратился представитель некий Михаил, ну, здесь, то есть мы, так скажем, домашнее задание выполнили, и хотим показать вам, как оно выполнялось, какие результаты были достигнуты, чтобы там степ-бай-степ все этапы мы прошли вместе. Вот, и как театр начинается с фешлубки, антическая система с окна авторизации, мы проходим через, собственно, эту страничку. Работа вся идет только в веб-клиенте, поскольку это веб-приложение. И здесь сразу видим, что получилось, это итоговый даже порт, но мы сейчас расскажем, как мы до него сошли. Как рассказывал недавно только что Рус Титем, в системе есть свои настройки безопасности, которые позволяют разограничивать доступ к системе как на уровне, так скажем, функционала. Допустим, кто-то будет работать только с ETL-процессами, кто-то создавать даже бордые отчеты, а кто-то их только скачивать. Также есть возможность разограничения права доступа на уровне типов объектов, то есть до каких-то конкретных отчетов. И также есть полноценный row-level access, где мы вплоть до строчки этот доступ можем ограничить. Экспорт-импорт также немножко продемонстрирую. Это также основной функционал системы, где мы сможем в виде JSON-объектов все созданные объекты скачивать и между контурами микрировать. И еще из основного, с чего следует начать и знать, это то, что есть возможность создавать соединения для подключения, собственно, к сторонним серверам, к базам данных, которые мы будем использовать в качестве источника. Вот, это такая административная важная часть, и теперь непосредственно к работе. Ну, здесь в качестве примера можно посмотреть, как оно создается, ее проверка подключений, и, ну, вот в боевых решениях у нас таких, ну, там, десятки подключений одновременно работающих. Итак, навигация в системе осуществляется по средствам верхнего меню. Она достаточно гибкая, настраиваемая, настраиваемая под конкретную роль либо конкретного пользователя. Здесь есть возможность, как перейти в раздел по кому-то функционалу, допустим, к списку отчетов, которые мы сегодня посмотрим, либо сразу получить какие-то объекты на скачивание, на просмотр, то есть уже для работы с конкретными объектами системы. Это все достаточно гибко настраивается. Теперь, что касается самого внедрения и как здесь осуществляется работа. Как было сказано, есть некая методология внедрения с разделением на роли и задачи, и каждые вот эти этапы здесь по-своему отражены. Для начала создается либо полноценное аналитическое хранилище, либо витрины, которые мы собираемся наполнять сэкономерами для последующей визуализации. Это делается веб-интерфейсе системы, где мы задаем идентификаторы будущей витрины и указываем состав и набор полей с указанием типа, заголовка и его идентификатора. И впоследствии система на основании этого метаописания создается полноценную таблицу в базе данных, то есть если здесь речь идет про именно наше внутреннее хранилище. Автоматически отрисуется карточка этого реестра, то есть там ничего уходить не нужно. И также в нашей системе есть возможность данные редактировать, то есть ручками изменять все записи, если это вдруг требуется. Такая возможность есть. И также здесь же мы создаем реестры, которые могут смотреть на те самые внешние соединения, которые мы создали ранее. Это, допустим, на базе данных Microsoft SQL, Oracle, Postgres, Greenplum, либо ClickHouse, где мы здесь указываем какое-то соединение. И затем в метаописании мы укажем какой-нибудь SQL запрос, по которому мы за этими данными обратимся. Но здесь мы рассматриваем кейс, когда мы делаем свою большую какую-то витрину. На этом этапе мы создали хранилище, и теперь следующим этапом мы его должны заполнить. Здесь вступает в работу наш retail-движок, который достаточно понятен в таком визуальном интерфейсе из блоков обработчиков собирает полноценный алгоритм по извлечению обработки и загрузки данных. Конкретно вот здесь небольшой кусочек, как мы читаем данный из Excel файла. Его, соответственно, в общем образом партим, где мы указываем, что какой столбец, какого типа взять, и можем примерно посмотреть, какие данные к нам на вход идут. И здесь без каких-либо трансформаций мы его записываем сразу в созданный нами ранее бизнес-объект и указываем соответствующий маппинг полей. Но это лишь там маленькая частичка. В промышленных решениях это все смотрится куда более внушительно. Допустим, здесь мы одновременно работаем с десятком типов источников. Ну, оговорюсь сразу, что мы... Хотя нет, расскажу чуть-чуть в этом попозже. Здесь мы, получается, объединяем разные Excel файлы между собой через блок Join, где глагофорим по каким полям осуществлять объединение какого типа. И также вполне можем объединять между собой и разные типы источников типа XML файл. Допустим, вот такой к нам идет на вход. И Excel документ, который сейчас будет смотреться не очень, но вот в нем такое содержимое. И мы их объединяем вот здесь, когда уже какой-то Join прошел. Видим, что у нас там примерно датасет тот, который мы хотим, данные вклются, то есть можем работать и дальше. Как было сказано чуточку ранее, мы поддерживаем практически все популярные релизионные субэдэ в качестве источников данных, также веб-сервисы. По REST API, либо SOAP protocol, либо сможем спарсить почти все популярные структурированные файловые форматы. В текущем задании, который мы реализовывали, источник данных был из числа непопулярных. Это был файл из UBD Access, и мы его конвертировали в Excel и таким образом загрузили. То есть вполне рабочий workaround. ЕТЭО-процесс обязательно имеет подробное протоколирование всех этапов выполнения, то есть кто, когда с какого IP-адреса зашел и какие преобразования были осуществлены, с какой скоростью, в каких объемах, то есть сколько строк было передано, за сколько это все отработало и, в общем-то, насколько успешно, то есть все запуски протоколируются. И обязательно есть планировщик задач, который позволит поставить успешно настроенный процесс на, так скажем, повторение своего запуска с указанным интерфалом, допустим, раз в день, раз в час, чтобы у нас данные актуализировались. Вот, это что касается ЕТЭЛ. Еще раз вернемся в сам редактор. И когда он отрабатывает, мы получаем существующие таблицы уже с набором данных. И еще здесь скажу, что откуда мы данные сможем получить, мы туда же их сможем и опубликовать. То есть здесь ЕТЭЛ-тяжок работает таким образом, что мы сможем записать данные и в стороннюю СУБД, если мы обладаем соответствующими полномочиями, мы сможем создать какой-нибудь Excel, CSV, DTB, через сонный файл, который совсем кто-то, допустим, с FTP-шника к себе вперед. Либо мы вот все, что здесь трансформировали, на объединяли, сможем опубликовать какой-нибудь внешний веб-сервис, либо отправить в СУАП-конверт. И блоков обработчиков действительно очень много. И 99% задач по опыту их достаточно для решения большинства насущных задач. А теперь, когда мы данные заполнили, нам необходимо создать многомерную логическую модель. То есть подразумеваем, что у нас есть физическое хранилище, наполненное данными, то есть мы только что создали таблицу факторов, и теперь нужно в нее вдохнуть некий смысл и сказать, какие ее столбцы мы будем просматривать в качестве размерности, какие в качестве мер. И здесь также в редакторе Куба эта возможность представлена следующим образом. Мы выбираем, какие нам интересные размерности и указываем там, какая иерархия, то есть заданный набор группировок у нас будет. То есть здесь еще на этапе проектирования мы понимаем, что мы планируем анализ по регионам, и нам важно делать в группировке страна город. Вот, и это здесь сразу и задается, и указывается маппинг на ту столбец таблицы фактов, которые нужное значение в себе содержат. Таким образом, мы создавали достаточно много размерностей, и также есть возможность использовать и общие размерности, что позволяет использовать единый справочник для использования в разных аналитических кубах, что в свою очередь позволяет затем строить так называемые мультикубы либо виртуальные кубы. Вот, и здесь можно увидеть, что вот у этого куба под капотом та самая таблица фактов из множества документов, которые мы заполнили. Теперь вот на этом этапе, по сути, подготовка данных завершается, и начинается анализ. Он заключается... Ну, для его осуществления есть множество инструментов, это начиная с оперативных АЛАП-отчетов, регламентных отчетов, форм, и заканчивая аналитическими панелями, даже бордами. Вот, каждый их немножечко рассмотрит. Что касается анализа многомерной модели. Мы проходим в конструктор создания АЛАП-ов, и здесь из множества уже созданных кубов выбираем тот, который нужен нам сейчас. Здесь видим тот самый набор показателей, и в режиме Dragon Drop накидываем, какие показатели мы смотрим, и в разрезе чего. Допустим, я хочу по годам посмотреть. Ну, здесь я сразу отфильтрую все ненужное. Допустим, я знаю, что вот в этих годах значений немного, и вообще осталось только вот эти два. И там по странам, и там какие категории товара, в каком количестве находились. Вот, здесь разворачиваем по годам, страны, и поправлюемся в категории. Их сейчас будет много, достаточно. Вот, и категория также имеет заданный набор группировок, то есть здесь вот детская детежда и уже совсем само наименование позиции. Есть возможность скрыть пустые значения, чтобы не было пустых пересечений. Вот, и в стране также видим заданную иерархию по страна и город. То же самое по году и месяцу. И вот классический АЛАП, который мы можем группировать, сортировать совершенно по-разному. Здесь у нас есть несколько заготовленных примеров, которые более предметно раскроют суть и возможности этого инструмента. Допустим, продажи компаний, где мы делаем следующую группировку и кроме существующих, так скажем, показателей, еще имеем возможность создать и расчетные показатели. В них мы меняем не столько логику расчета, сколько можем добавить формат значения и режим, собственно, отображения. И вот такие отчеты, поскольку они, ну, мы никогда не знаем в конце, в каком виде они будут, но мы всегда имеем возможность их скачать в Excel. Потому что Excel все-таки любят все, это достаточно распространенный инструмент у всех, и все любят к себе скачать и уже потом в нем работать. Мы также эту возможность даем именно в том виде, как мы наш клуб сформировали, в том же виде и отчет будет скачан. Также стоит отметить, хотя, наверное, я демонстрирую только экран, и вы Excel-ку не видели, но она такая же. Теперь, а что касается еще расчетных элементов, мы создали такое представление, как скидка и накрутка, так как две сестры. И здесь уже мы задали расчетные значения. Допустим, скидка – это… Ну, берем значение скидки, а накрутка – это не что иное, как разница между ценой для покупателя и ценой, которая, собственно, оптовая у продавца. Вот. И в таком виде в MDX формате есть возможность написать, на самом деле, любое расчетное выражение, потому что это очень богатая спецификация, и в системе есть соответствующие подсказки. То есть здесь мы видим, какие у нас есть меры. Вот здесь выбираем, что у нас стоимость единицы товара, наш мебус поделим. И, собственно, ну, вернем ту формулу, которая была. И из… Ну, получается, у нас был заданный набор показателей изначально, и мы на ходу здесь в рантайме создаем новый. Здесь можно создавать расчеты из серии нарастающий итог за прошедший период. Здесь по физовую интеллицензу доступны также различные функции с подсказками и описанием, что… какие аргументы там должны содержаться. Вот. И добавление такого расчетного столбца нам позволяет уже посмотреть конкретный чейс, который заключается в том, что мы хотим за все периоды посмотреть, какие продукты, как продавались и как в них коррелирует цена скидки, которые делает продавец, и объем накрутки, который он же и делает. Вот. И здесь смотрим, что средний объем накрутки – 22 процента, объем скидки – 6. И тут уже по конкретным категориям товара видим, что эта позиция лучше всего накручивается, но она не лучше всего продается, потому что продается лучше всего платье холтер. Вот. И там и скидка, и накрутка меньше. Ну и наверняка ответственное лицо это заставит о чем-то задуматься, а может быть и нет, и все идет хорошо. Также есть диаграммы. Это такой, так скажем, экспресс-анализ выбранного дата-сета, где мы сможем в визуальном режиме посмотреть все то же самое, но уже в визуальном фиде. То есть если мы здесь что-то изменим, то и диаграмма перерисовывается. Это ни в коем случае не дашборды, это же такой экспресс-анализ. К дашборду мы перейдем чуточку позже. Вот. И это все также экспортируется в Excel, чтобы потом с ним можно было в дальнейшем поработать. Это что касалось оперативных отчетов, когда у нас мы не знаем, что хотим, и вот нам в процессе изучения какие-то аналитические ответы для себя найти. В том числе очень частые кейсы, когда уже знают, что хотят, и есть вполне себе строгие шаблоны того, в каком виде это ожидается посмотреть. И для этого у нас в системе есть модуль регламентированных отчетов. Арслан, простите, пока не перешли к новому блоку, давайте быстренько ответим на несколько вопросов. В чате тут просто появились довольно интересные вопросы, которые, наверное, стоит озвучить для всех слушателей, чтобы полная картинка складывалась. Для начала, какой язык используется для составления формулы мер? Синтексис формулы какой? Синтексис многомерных выражений MDX. Да, ну это если мы создаем расчетные меры в рант тайме. Если мы захотим создать расчетную меру на этапе загрузки, чтобы это была хранимая расчетная мера, которой в источнике изначально не было, то здесь уже будет SQL. Это уже на этапе ETL. Так, дальше вопрос от Елены. Для расчета показателя like for like. Мы можем это делать прямо в системе или нам нужно предварительно рассчитать данный показатель на уровне источника? Здесь как удобнее. И в ETL мы это можем сделать при получении данных и уже здесь в самом, при работе в рант тайме. Может, так? Так, спасибо. Еще один вопрос от Елены. Возможно ли выгрузить таблицу с данными из дашборда в Excel и есть ли ограничения на объем данных при выгрузке? Вот сейчас я демонстрацию немножко сменю, чтобы был введен весь мой экран, а не только окно. И, ну, возможно, я уже показал. Данные отчеты оперативные мы в Excel также выгружаем, и они в том виде, в котором они сформированы и выгружаются. Вообще мы почти все умеем в Excel выгружать, потому что это очень распространенный чейс. Ограничений у нас, на самом деле, почти никаких нет, кроме тех, что есть в самом Excel. Он не любит там больше миллиона строчек, и такое мы уже в Excel не скачаем. И также есть небольшое ограничение на уровне железа клиентской машины, потому что если здесь будет там под сотни тысяч строчек, то это, ну, достаточно будет тяжело уже для клиента, для клиентской машины. И в таком случае мы используем как раз-таки регламентированные регламентированные отчеты, о которых я чуть позже буквально вот-вот расскажу. Ну, тогда можно прямо сразу приступать к рассказу. Все, спасибо большое. Отлично, спасибо за вопросы. Когда речь заходит уже об отчетах строгой формы, а вот мы их достаточно часто встречаем, работаем в государственном секторе, то в ответ на эти запросы мы реализовали компонент регламентированных отчетов, который очень похож на Excel и действительно большинство самых популярных функций он в себе дублирует. И по технологиям это схоже с Google Таблицами, здесь подобные же алгоритмы реализованы. И здесь есть возможность создавать множество страниц, отчетов, также использовать различные переменные из источников, либо использовать какие-то расчетные формулы на языке Excel. Но они именно на английском языке, то есть не если, а if. вот, ну и вот в таком режиме они все будут работать. И в качестве источника данных здесь как раз используются либо наши многомерные таблицы, они же ALAB, либо мы сможем здесь напрямую подключиться вот к внешним SUBD, к которым у нас настроено соединение, и написав SQL запрос, потянуть данные сразу оттуда. То есть здесь мы покрываем такие кейсы, как в системе что-то изменилось, и нам сразу необходимо это в отчете отобразить. Вот, либо по категорической схеме, где мы к множеству источников подключаемся, ETL отрабатывает, данные консолидируют, и мы их затем смотрим уже в таком общем виде. Вот, собственно, здесь мы любую структуру у нас отстраиваем и отдельно под него рисуем шапку. Например, как это у меня сделано вот в этом отчете, где достаточно многоуровневая шапка, какое-то название, и создается под него соответствующим образом представление, и все. Мы накидываем набор показателей в нужной структуре, накидываем шапку, и в просмотре уже сразу мы можем посмотреть, как это будет у нас смотреться при выгрузке. Здесь на ходу что-то можно немножечко подкорректировать, выделить. Естественно, на основной шаблон это никак не повлияет. Что-нибудь дописать и экспортировать в Excel, и Excel, собственно, в том виде и формируется. И, как можно заметить, создавать отчеты достаточно легко, то есть там скопировал, вставил шапку, накидал структуру из точника и все. Вот, и это уже отдается наутку по не системным, а больше бизнесовым аналитикам, которые вот именно работают с отчетами, с данными здесь достаточно высокий уровень селф-сервиса. И здесь же есть возможность в свойствах указать способ формирования отчета либо на клиенте, либо на сервере. На клиенте означает, что вот именно сам файл будет формироваться силами фраузера пользователя. Это существенно снижает нагрузку на сервер и позволяет работать ему в многопользовательском и высоконагруженном режиме. Либо, если у нас есть какой-то один большой, там, несколько больших тяжелых отчетов, то мы можем их на сервере формировать, тем самым какие-то объемные операции уже машина будет забирать на себя, а мы только скачиваем объекты. Вот здесь все достаточно гибко и под любой сценарий это регулируется. Есть еще множество примеров не на этой схеме вообще, которую мы реализовываем. В частности я еще покажу это вот такие, с условным форматированием, либо обязательно это с выбором параметров, где мы перед тем, как скачать, можем указать там, допустим, только по доступным организациям. И более того, список этих организаций будет доступен согласно полномочиям пользователя, чтобы не было возможности скачать то, что тебе недоступно. Ну и ты всегда увидишь то, что тебе доступно и ты захотел увидеть. Ну это примеры отчетов, они достаточно сложные, иногда мы сами удивляемся, что какие интересные они могут быть, потому что они уже не нами стоят. И обязательно есть возможность использовать несколько источников в одном отчете, то есть комбинировать информацию как из разных кубов, так и из разных плит и вообще из разных СУБД. Это все вот на одном листе, таким образом мы добавляем, у нас сфераиваем какие-то объекты, и они уже в подсчет также попадут. Это вот именно комбинация множества источников на множестве листов, вот она дает совершенно большой разнообразной фразе, ну и различные функции по шрифту, размеру, начертанию и так далее. Ну я думаю здесь с этим мы разобрались. Теперь еще одним из интересных объектов является форма вывода, которая не имеет многомерного контекста такого же как AllApp, но позволяет вот большие такие портянки данных себе загружать, и в ней очень удобно что-то фильтровать, отсортировать, потому что вот подобные задачи по фильтру, поиску и сортировке датасетов, они достаточно частые, и там многомерного контекста не нужно. И здесь же есть возможность группировки, допустим, по строкам с указанием типа итогов. То есть это полноценная, по сути, сводная таблица. Вот-вот-вот. И обязательно, как всегда, без этого никак, экспорт в Excel с обязательным сохранением форматирования. Ну и это все также, конечно, создаётся в самой системе. Ну, достаточно лишь обученным аналитикам навыки отработки здесь не нужны. И еще одним инструментом визуализации и анализа данных является конструктор аналитических панелей, который состоит из-за набора виджетов и диаграмм, и для которых нам на этапе создания важно определить источник данных. Источник данных — это не что иное, как тот самый Алаб, где мы определяем нужные нам срезы, вот, и затем уже их в конкретном фиджете визуализируем. Соответственно, это работает следующим образом. Мы, допустим, вот здесь создадим новую вкладочку здесь и захотим, допустим, в виде столбчатой или, да, столбчатой диаграммы показать вот этот набор данных. Система автоматически его отрисует, и здесь уже мы начинаем работу над ним. Различные опции, настройки, раскраски по шрифту, по цвету и так далее. И в том числе, если у нас в источнике настроена вот такая вот иерархия, как бы раскрытие, то это автоматически, это возможность провалиться в детализацию, она распространяется и на виджет. Вот таким образом мы просто жмем и автоматически проваливаемся в содержимое. Вот. И все дашборды, созданные в нашей системе, это не какие-то простые картинки, это вполне живые визуализацию, и эта жизнь им задается за счет настроек событий в виде инструментов визуального программирования, где мы указываем, что будет, если мы нажмем на вот эту вот кнопочку. Допустим, я жму на кнопку списка, соответственно, мне в 4 виджета, какие я решаю сам, необходимо проставить указанное значение, чтобы поспособствовать их перестроению. И, ну, собственно, вот так вот это и работает. Сейчас открывалось 4 виджета. Да, да. Обязательно есть возможность скрыть все служебные объекты и посмотреть, как это будет смотреться вживую. И поскольку Excel и отчет любят все, и здесь обязательно в Excel должна быть возможность что-то скачать. Это можно сделать через кнопочку, по нажатию на которую мы вызываем тот самый отчет, который мы создавали в холеране. Он построен на этом же кубе и может содержать необходимый нам разрез. Допустим, если визуализировать этот набор данных не интересно, а в Excel мы его хотим скачать. Либо здесь у нас какие-то отфильтрованные, а здесь мы хотим все-все-все-все-все-все данные получить. То есть максимально функционально и достаточно понятно в нас стройки. То есть здесь это у нас встраивается аналогичным образом. То есть на кнопочку мы цепляем действие, что он будет делать при нажатии. При нажатии он будет скачивать отчет. Ну и здесь есть различные комбинации, которые все это помогут осуществить. Сохранять не будем. И вот таким вот образом мы, в принципе, и приблизились к тому, как мы этот дашборд создали. Все нужные объекты мы для удобства в пункте меню сюда вывели. И если в то, скажем, домашнее задание посмотреть, то там так называемого Михаила, который заказал подобную визуализацию, были вопросы, на которые хотел получить ответы. Мы разберем несколько из них. Допустим, идет ли рост компании по сравнению с прошлыми периодами. Ну, еще немножко забегая назад, скажу, что Михаил плавилец группы компании по реализации одежды. Вот там фэшн, мода, это вот все позволяет ему зарабатывать деньги. И у него вот есть свой набор кейсов и вопросов. Конкретно здесь вот ему интересно, идет ли рост компании по сравнению с прошлыми периодами. Это мы можем, ну, поскольку достаточно важный показатель, мы обязательно разместили его слева сверху в самой первой вкладке. И здесь видим, что, ну, из года в год объемы денег растут. И здесь мы сразу показываем плановое и фактическое значение. И в качестве цифры для удобства показываем их соотношение. И здесь мы видим, что в 2009 году объем денег у него резко скаканул. Но в план факт у него все-таки снижается и снижается и снижается. Вот. Я надеюсь, что мы получили данные только на начало 2010-го. И там у него все будет на уровне. Но в целом видим, что объемы растут. Тут, но, так скажем, качество и рентабельность, она, ну, да, все снижается и снижается чуть-чуть, но стабильно. Вот. Это же касается и в целом по фручке, которая снижается еще более существенно. Ну, и здесь там про функционал, про фильтрацию я уже не буду особо улыбляться. Теперь его интересуют, какие заказчики наиболее прибыльны в товарной категории женской обуви в США. Для ответа на этот вопрос мы выбрали фильтры, где можем выбрать США и категорию товар. Она у нас называла женская обувь. Вот. И здесь мы видим, что, ну, здесь, наверное, не заказчики, а какие магазины, это вот два магазина, ну, они вообще работают с этим, и один из них максимально прибыльный. Еще интересно, что если мы, ну, вообще сбросим все фильтры, увидим, какая прибыль конкретной компании, ну, вообще по всем категориям и за все хода в соотношении прибыль и фручка. И мы здесь же сможем быстро переключиться на процентное соотношение того, какой вклад эта компания вносит в общий объем денежной массы. Здесь мы видим, что Елисейские поля, ну, они почти 30% общей прибыль и фручки создают, и это, ну, собственно, доказывают почти все графики. И теперь еще из интересного, есть возможность углубиться вообще в каждого человека, там, продавца, естественно, если подобные информации есть в источнике. И здесь задача посмотреть, есть ли менеджеры, которые достигают своих объемов только за счет скидок. Вот, а здесь у нас список всех сотрудников в столбце объем продаж в линии считка. Ну, потому что это свои единицы измерений, их обязательно нужно таким образом расположить. Продавцы у нас, вот эта категория людей, и мы смотрим, что лучше всех работает вот этот молодой человек, а хуже всех вот эти двое. И объем скиды, который они оказывают на свои товары, почти, ну, идентичный. Вот, и сможем смело сказать, что скидка не так уж и влияет на, скажем, ходовые качества продавцов. Вот, выход в финале наверняка гораздо больший набор инструментов. И напоследок, допустим, вкладку «Факторы», где мы сможем посмотреть, в какое время года какой фит одежды продается и, там, не знаю, по каким дням, неделе, лучше раскупается тот или иной товар. Вот, но не по всем могут быть данные. Вот, это по системе почти все. И вот подрезюмирую, хочу сказать, что система хорошо справляется с текущим планфактным анализом. И, ну, она действительно в этом хороша, ее акцент именно на создание отчетов в Excel и, ну, также достаточно неплохие, получается, даже парды. Да. В то же время, вот, у Михаила была потребность посмотреть, что будет, если, и уже немного там помоделировать происходящее и, ну, помоделировать и попрогнозировать ситуацию. Достаточно хорошо этот инструмент развит в Excel, и мы поэтому у себя его не дублировали, а сделали вот ту взаимосвязь, о которой рассказывал Рустем. И мы можем взять любой Excel-документ и подключиться к нашей системе следующим образом. Мы выбираем внешние источники данных, выбираем дополнительно, указываем XML-протокол, чтобы Excel, по сути, работал с нашим сервером, и здесь указываем вот тот самый веб-адрес, по которому мы сейчас работаем, вот он, с указанием, что это еще XML-а, и авторизуемся под учеткой конкретного пользователя. И это обеспечит безопасность, потому что мы авторизуемся, мы идем через систему, и мы не сможем работать с теми кубами, с теми наборами, которые нам недоступны. Вот. А здесь видим, что нам доступны все те же источники, которые есть в системе, мы выбираем наш roadshow, connection работает, и подключаемся. Нам идет на фибр кубы, с которыми мы хотим работать, мы выбираем вот один из них. Жмем «Готово». И на локальной машине создастся хайлик, который будет отвечать за взаимодействие с LabSever. И все, мы указываем ячейку, где хотим разместить наш куб, и тадам, он доступен именно в той комплектации, в которой мы его создали в веб-интерфейсе. То есть это позволяет группе разработчиков, администраторов, допустим, работать в веб-части и создавать объекты, а к конечным пользователям лишь подключиться с Excel-документа к серверу и работать. Здесь, допустим, мы снова хотим посмотреть, пусть будут зарплаты сотрудника по городам. И здесь же нам доступны все операции, которые доступны в Excel. Зарплаты по городам такие. Также мы можем здесь добавить года. Может, это все изменялось в периоде. Вся фильтрация, все раскрытие, все доступны. Это, в общем, всем знакомые сводные таблицы в Excel. И для анализа «что если» мы подключили таким образом Excel в качестве источника данных на одну служебную таблицу. И уже ссылаясь на значение в ней, вот здесь вот, вот так вот, вот сюда, мы взяли для себя нужные датасеты, реализовали какие-то расчетные формулы, проценты, что-то еще, нужные категории для себя приучили, и это затем поместили уже в практическую модель для расчета, что будет «если». То есть, как изменится общая прибыль, если мы там вот настолько увеличим количество товара, либо мы там уменьшим количество, увеличим стоимость. Вот, надо будет очень сильно увеличивать, потому что, ну, видимо, на количество мы очень сильно завязаны. Вот, и здесь все опции Excel доступны, они, ну, скажем, изучены, и это еще очень хорошо в части того, что минимальный низкий порог вхождения, и тот опыт и навыки текущих специалистов, которые они наработали при работе в Excel, в данном случае они будут переиспользованы, и лишь, ну, усилять работу системы, а не там изучать что-то новое, которое не всегда легко. Вот, ну, это, в общем, как один из вариантов. Вообще, ну, как вы могли заметить, функционал тонкого клиента, он, ну, достаточно сильный, и он и сам вполне решает свои задачи. Вот, коллеги, на этом все. Поскольку это видео будет размещено на открытых ресурсах, если у вас есть желание в системе поработать, то мы такую возможность обеспечиваем, мы даем демо доступ, и также подготовим текстовое описание для того, чтобы вы сами своими руками смогли в систему зайти, все объекты по шагам создать, и посмотреть, как это работает, и, возможно, какой-то свой кейс попытаться реализовать. Вот, Арстам, просьба, покажи, пожалуйста, там несколько вопросов было, связанных в режиме редактирования дашборда. Какие события могут навешиваться через Blockly, и возможности кастомизации виджета через CSS, и там, я успею. Да, спасибо, Рустам, да, что подсказал, какие там есть вопросы. Там еще был очень важный вопрос про drilldown тоже про это. Пожалуйста, расскажите, насколько, да, 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 ну, давайте зачитаю прям вопрос. Возможно ли осуществлять drilldown из одной аналитической панели в другую или в регламентный отчет, при этом сохраняя, ну, как бы, с передачей параметров фильтр? Вот, и пользователь спрашивает, вот этот вот drill, он настраивается средствами коробки, каким-то доступным простым функционалом, или нужно кодить, кастомизировать, кастылить? Угу. Ну да, последние три – это синонимы. Вот, начну вот как раз-таки с виджетов и с их событий. Событий есть всего два, это, ну, на текущий момент это вполне достаточно. Это при инициализации, то есть при открытии, допустим, где нам нужно получить текущую тату, на которую открывается даже порт, и все взять и отфильтровать. Либо при нажатии на конкретный элемент. Вот, и уже здесь, ну, в контексте все происходящее в это событие передается. То, какие есть обработчики событий. Есть, ну, два, так скажем, типа. Это изменение вот текущего состояния даже борда путем передачи значений в какие-то фильтры. И вызов действия системы. Это либо выполнение действий, либо открытие отчета с параметрами и с обработчиком. Вот здесь вот открытся счет с параметрами, на самом деле, очень похож на открытие дашборда на соседней вкладке. Вот, но здесь это работает немножечко по-другому. Здесь мы вот, все, что здесь выполняется, ну, вот, это все действия системы. И, допустим, если я жму вот сюда, у меня вот открывается некий объект. Это, ну, называется действие системы. И мы можем сделать так, чтобы по нажати на кнопочку рядом открывался даже порт, и это работать, ну, таким образом вполне будет. Если мы хотим уже контекст еще туда перекинуть с фильтрами, то здесь будет немножечко по-другому. Здесь нам нужно будет открывать дашборд по вкладке в браузере. И вот сюда, ну, вот, генерировать средствами вот в блокли набор параметров. И их уже вот в эту внешнюю ссылку подсоединять, и вот они уже отрабатывать будут вот здесь. Ну, в общем, можно, но не, так скажем, чуть-чуть нужно будет, да, мелкую моторику рук развить, чтобы это заработало. Так, и drill down это вот было, действия были. И еще по кастомизации. И, да, поскольку здесь все работает в веб-клиенте, то мы не могли ограничивать себя и других в части использования CSS, HTML и JavaScript выражений. Здесь вот, ну, у дашборда есть свои настройки, как мы сможем к конкретному элементу подцепиться, чтобы всю там ферстку не перестелывать. И, ну, у нас это все в документации достаточно подробно описано. Также есть вот возможность, вот сейчас покажу. Подобные вот индикаторы, они задаются через HTML. Так, содержание. И вот здесь типки, классы и значения. Они прописываются. Здесь, как бы, любой HTML можно будет написать. Ну, и также есть возможность вызывать JavaScript, но это, естественно, нужно делать максимально обдумчиво и безопасно. Спасибо. И последний, наверное, вопрос. Тоже, мне кажется, полезно послушать всем ответственность на него, всем слушателям. Можно ли аналитическую панель сделать живой? Настроить, допустим, автообновление всех виджетов каждую минуту, без необходимости обновлять страницу? Да, как раз это вот можно сделать на JavaScript, чтобы он, как скажем, ну, через какой-то промежуток обращался к источнику, как бы, ну, вызывал рефреш всех вот виджетов. Так сделать можно, но здесь пока мы это в настройки не вводили, но в JavaScript это можно будет написать. Вот сейчас покажу где-нибудь вот, допустим, какую-нибудь вкладку. Мы добавляем туда контейнер обычный, и здесь есть возможность, так, виджеты, что-то, ну, либо здесь мы секцию JavaScript пишем, которая, скажем, визуальную составляющую не будет никакую содержать, но она будет отрабатывать. Либо вот здесь вот в контейнере на событиях при инициализации здесь есть возможность выполнить код. Вот, и вот здесь уже мы JavaScript прописываем. Ну, и здесь же вот мы, если нам каких-то визуализаций не хватает, мы вот здесь их прописываем с нужными там библиотечками, они подтягиваются, и мы их уже потом маппим с источниками, и вот таким образом кастомно можем визуализации добавлять. Отлично, спасибо. Мне кажется, более-менее мы все вопросы ответим. Да-да-да, абсолютно все вопросы у нас отвечены, да, самые основные мы даже озвучили, чтобы все их могли услышать. Вам спасибо. Огромная презентация, мне кажется, максимально емкая, даже несмотря на то, что у системы такой широкий функционал, мы постарались большую его часть осветить, да. Что еще можно сказать? Ну, вот отдельная вот ваша новинка с подключением, да, коллапы – это моя отдельная любовь. Я думаю, что пользователи тоже, многие найдут в ней какое-то спасение свое, да, потому что вы правильно заметили, что в Excel, ну, все равно большая часть людей работает, к нему привыкла, уже зная того, как свои пять пальцев, но вот эта вот проблема с подключением действительно большого объема данных, и желательно еще из разных источников, и это прям дорогого стоит. Что ж, я думаю, да, будем потихоньку закругляться. Мы даже уложились меньше, чем в полтора часа. Я считаю, что мы молодцы, с учетом того, что сегодня пятница, и всем уже тоже хочется. Еще там вопрос от Елены. Можно использовать в качестве источника SAP. У нас такие кейсы были, мы не рассматриваем системы, как именно системы источники, мы... Отвечем это вопрос. А, тогда все. Да-да-да, все нормально, там мы уже и вопросы продублировали, да-да-да. Там все у нас отвечено, все в порядке, не переживайте. Так, ну, еще раз спасибо. Все здорово, все молодцы. Спасибо, коллега. Да, все ссылки в чате. Да-да-да, поэтому всю информацию, ссылку на сайт BI Consult я приложила, на сайт Альфа... ой, нет, да, Альфа BI я приложила. Каким образом получить доступ, я тоже скинула, да, если будут вопросы по обучению, все ссылки тоже в чате. Все, спасибо всем большое. Всего всем доброго. Всего хорошей пятницы, хороших будущих выходных. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok